Когда ко мне обратились друзья Ачба, меня тоже удивило. Но там сказали, что есть подводные камни, о том, что якобы в отношении него по неофициальной информации имеется проверка по 273-й статье Уголовного кодекса «Это государственная измена». Ну а фактически предъявлено пока что обвинение по 217-й статье. Я вступила в дело 14 ноября 2022 года. Однако это дело было возбуждено, получается, 3 ноября 2022 года. 3 ноября произошло задержание Ачба. И 4-й военный суд избрал в отношении Ачба меру пресечения в виде заключения под страж. Единственная статья, которая инкриминируется, на тот момент инкриминировалась Ачба, это 217-я статья. Меня удивило и в судебно-контрольных материалах. Были, правда, оперативные справки, как любят злоупотреблять различные службы, оперативные справки для того, чтобы придать делу более такую общественную опасность. Вот у меня было дело недавно с АБУ, там оперативная справка, потому что человек якобы ехал покушаться на жизни установленного лица. Здесь, конечно, служба госбезопасности представила более солидный материал, в отличие от одной справочки. Здесь выясняется, передают в военную прокуратуру такие сведения о том, что якобы на протяжении двух лет Ачба Александр Зурабович находится под чутким глазом службы госбезопасности, они контролируют его, проводят различные оперативно-розыскные мероприятия в отношении него. По статье 273 Уголовного кодекса Республики Абхазия это государственная измена. Однако, побеседовав с самим Ачбом и его друзьями, мне становятся известны такие обстоятельства о том, что в этом году, в июне, я потом сделала официальный запрос в Министерство обороны и получила ответ, о том, что в июне, 6 июня 2022 года, мой подзащитный Ачба получил допуск к государственной тайне, к сведениям, составляющим государственную тайну. Для того, чтобы у нас есть закон о государственной тайне, положение, каким образом лицо и какие условия должны быть соблюдены, чтобы лицо получило допуск к государственной тайне. То есть, обязательно, естественно, кристальная репутация. И, соответственно, сам факт допуска 6 июня 2022 года Ачба Александра Зурабовича к сведениям, составляющим государственную тайну, говорит об обратном, о том, что у него была кристальная репутация, о том, что проверочные мероприятия, которые в отношении него проводились с октября 2020 года, так по судебным контрольным материалам прослеживается, дата 12 октября 2022 год. Получается, что я делаю вывод, что он находился в отношении его проводились проверочные мероприятия. Эти проверочные мероприятия не дали никакого результата, кроме как то, что он имеет возможность получить допуск к государственной тайне. Те, кто... люди его более близко знают, он человек, который находится в тени, делает очень много дел, большие заслуги перед Отечеством имеет, и постоянно перед нашими такими большими организациями, структурами, как Министерство обороны, Республики Абхазия в частности, но всегда в тени он был. Кстати, ранее Ачба работал в Государственном таможенном комитете, был помощником по международным связям Сергея Васильевича Багабша, организовывал официальную делегацию Республики Абхазия в Венесуэлу, где Сергей Васильевич Багабша, естественно, был, в Никарагуа. Также недавно была встреча между министром обороны Российской Федерации, министром обороны Республики Абхазия. Ачба также являлся организатором всех этих встреч. По поводу оружия 217 статьи, что меня удивляет в этой ситуации, как мне стало известно от моего подзащитного, он дал уже соответствующие показания органу предварительно расследования о том, что данное оружие ему подарили, это дарственное было, ему подарило высокопоставленное должностное лицо, имя которого он даже мне не сказал, соответственно, органу предварительно расследования, ну, видимо, из моральных соображений. Однако наличие этого оружия он никогда не скрывал. Он ходил на дежурство в Министерстве обороны с этим оружием. Он даже ездил в Венесуэлу с данным оружием. Буквально в августе-сентябре 2022 года были армейские игры, проводились в Республике Венесуэлла, с Республики Абхазии была делегация, которая представляла Республику Абхазия в этих армейских играх, снайперский рубеж, название этих игр. Где Ачба также был в делегации, и он пересекал несколько границ именно с этим оружием. Это оружие значится в перечне. Оружие, которое выезжало за пределы Республики Абхазия, спецбор был организован. И с аэропорта нашего, Бабушара, который расположен, официальная делегация вылетала в Венесуэллу. Я вступаю 14 ноября в данное дело. Сразу же, буквально через несколько дней, я обращаюсь в Президиум Верховного Суда, где обжалую меру пресечения. Потому что я не согласна. Данная мера пресечения не обжаловалась ранее. Я не согласна с этим категорически. И мой подзащитный, соответственно, тоже. Мы обжаловали эту меру пресечения в Президиум Верховного Суда. К большому сожалению, там такие сроки обжалования по мерам пресечения нет сокращенных сроков. И три месяца возможно рассматривать данный вопрос. Соответственно, его актуальность уже будет утеряна по истечении месяца. В настоящее время, получается, он с 3 ноября содержится под стражей. Следующее продление, если оно будет иметь место быть, будет в конце декабря 2022 года. Потому что санкция заканчивается 3 января 2023 года. 21-го военная прокуратура меня уведомляет о том, что материалы, которые переслали ранее СГБ в военную прокуратуру, для того, чтобы военная прокуратура дала оценку по госизмене, в частности, военная прокуратура вернула это обратно в службу госбезопасности, для того, чтобы служба госбезопасности дала оценку по данному материалу. То есть этот материал с СГБ военной прокуратуры поступать, с военной прокуратуры в службу госбезопасности. Не могу, точно могу ошибиться в датах, но это было либо 23-го, либо 24-го. Ноября мне позвонила следователь следственного отдела службы госбезопасности, предупредила, ну, уведомила меня устно о том, что в ее производстве находится на рассмотрении данный материал. Однако вот с того времени, или 23-го, или с 24-го ноября, ни разу ни меня, ни моего подзащитного очба не побеспокоили по данному материалу. Хотя срок максимального проведения проверки 60 суток. Ну, как я понимаю, если за два года служба госбезопасности не смогла собрать материал, который привел бы к возбуждению уголовного дела по 273-й статье, более того, в этот момент мой подзащитный получает допуск к сведениям, составляющим государственную тайну. Я думаю, что перспектива будет малоприятная для службы госбезопасности. Я не могу понять все-таки, когда для службы госбезопасности АЧБ стал таким опасным человеком, которого нужно закрывать, и вообще, которому нужно приходить домой с обыском и в кабинет, и обыскивать. Этот вопрос как бы остается открыт, и думаю, служба госбезопасности в последующем скажет. А вот теперь вопрос о его мере пресечения, когда же для правоохранительных органов АЧБ стал общественно опасной. Хочу обратить внимание, что меня удивляет в этой всей ситуации, что 28 октября в его кабинете в Министерстве обороны, а потом в последующем в комнате общежития университетского, он там проживает, АЧБ, был проведен обыск. Однако 28 октября задержание не происходит. Протокол задержания составляется только 3 ноября. То есть если он настолько общественно опасная личность, которую, возможно, подозревают в государственной измене, и, возможно, какие-то факты будут в последующем предоставлены, при нем, в его квартире, от которой он не отказывается, в его комнате обнаружено оружие. Почему он стал общественно опасной с 28 октября, только 3 ноября? Вот эти вопросы есть, объективные, которые суд первой инстанции почему-то не дал этому оценку. Значит, все-таки АЧБ настолько был общественно опасный и не имел возможности скрыться от следствия суда, и, возможно, было в отношении него применить более мягкую меру пресечения, даже, пусть даже домашний арест, хотя для этой статьи домашний арест тоже это строгая мера пресечения. Но вот очень много вопросов, которые неразрешимы. Я считаю, что служба госбезопасности, представляя такие материалы, датированные 2020 годом, себя компрометирует, и, в частности, Министерство обороны Республики Абхазия. Почему? Потому что каким образом? Значит, службы наши работают или не работают? Ответьте мне на этот вопрос. Если они работают, если действительно были вопросы к АЧБа серьезные такие, да, такое подозрение, выдвинуть возможная госизмена, то ни при каких обстоятельствах допуск к сведениям, составляющим государственную тайну, не должен был состояться. Однако он состоялся. Субтитры создавал DimaTorzok